Охота на острове Лайда Правды Севера, пишет журналист Мария Трощенко. Сегодня она гость нашей студии. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, вам удалось пообщаться с Павлом Протасовым. Почему Павел в период закрытой навигации все-таки отправился на остров? Как мне рассказал Павел Леонидович, он считал, что навигация в Архангельске была продлена до 10 ноября. В итоге это оказалось не так. Такая ошибка и послужила причиной. То есть, в общем-то, он не знал, он не разобрался в информационном потоке. Да, немного запутался. Ну а что произошло? Почему ему пришлось провести два дня в открытом море вместе со своей собакой? Температура резко упала, и пошли ледяные поля. То есть такой шуга, не полностью образовавшийся лёд. Он образовал такое кольцо вокруг катера. К тому же случились ещё неполадки с двигателем. Прокладка там несколько раз пробивала, в общем, технические поладки. Но вот вы увидели Павла, вы с ним пообщались. Какой он на себя человек? То есть ведь это не первое его приключение. И наверняка это не последнее, потому что он пишет, что он будет ездить, охотиться и дальше. Это авантюрист или человек, которому настолько скучно в городе, так тянется к природе. Вот какой он, расскажите. По его словам, можно было бы, конечно, составить мнение о нём как об авантюристе. Но вот при личном общении такое мнение не складывается. Он очень спокойный, такой укладистый человек, хотя и очень открыто он со мной пообщался. Вот вся причина этого плавания, она в Луне-то и состояла, потому что Павел Леонидович хотел её порадовать. Да, действительно, героиня, герой не только Павел, но и Луна, она, в общем-то, стала знаменитостью. А порадовать как и в честь чего? Давайте расскажем об этом. Ну, дело в том, что собачке недавно исполнилось 5 лет. И вот в честь такой круглой даты наш охотник решил свозить её в лес, потому что давно они там не были связаны с травмой. Закучала собачка, вот нужно было её проветрить. То есть, может быть, даже и знал о том, что навигация-то закрыта, но в честь юбилея нарушил правила. Уже сейчас не докажешь, но операция по спасению самими спасателями названа уникальной. Почему? Ну, начнём с того, что спасатели изначально не знали, что на борту катера ещё и собака. Охотник отправил жене смс-ку, сообщил свои приблизительные координаты, и вот спасатели-то и вылетели. И только когда Виктор Козельский приземлился на борт судна, он и обнаружил, что с Павлом Леонидовичем собака. Продасов ему сказал, смотрите, со мной же ребёнок. Поэтому они изначально к этому не были готовы, и никакого снаряжения дополнительного у них с собой не было. Но вы приводите слова спасателей о том, что впервые вообще столкнулись с тем, что вызволять приходится ещё и собаку. Я бы привела несколько слов, цитату из вашей статьи, которая как раз описывает этот процесс. Слова Павла. «Я же, когда за борта выпрыгнули, сам не мог плыть, мне надо было на спине лежать и собаку держать. Спасатель мне сказал, я тебя возьму за руку, оттащу к тросу вертолёта, а ты держи собаку. Я держал её на груди, мордочку ей всё время приподнимал, чтобы ей в уши вода не попала, и чтобы она не хлебала в воду. Как перенесла Луна процесс спасения? Ну, из текста видно, что вполне нормально и даже, может быть, более будничный, чем сам её хозяин. Пошла к пилотам, посмотрела, куда летят, потом пошла травку обнюхивать уже на аэродроме Васьково. В общем-то, с ней всё нормально. Впечатления Павла понятны, а каковы впечатления сотрудников чрезвычайных служб? Ну, для спасателей всё-таки это работа, это каждодневный тяжёлый труд, к которому они привыкли. И поэтому какой-то вот такой особенной гордости в голосе моего собеседника Виктора Козельского, спасателя, который как раз и прыгнул за нашими героями, не было. Это работа, которую они делают, постоянно делают успешно. Ну, а возвращаясь вот к тем двум дням в открытом море, наверняка было страшно. А какие ощущения описывает сам герой, и как, по его мнению, пережила эти дни Луна? Я тоже ожидала, что он будет рассказывать, что было страшно. Но с первых же его слов я в этом уже заверилась, потому что для него это уже не первое приключение. Он человек бывалый, мне кажется, такой даже очень бывалый. А собачку единственное её укачивало, поэтому она ни косточку не пожевала, ни водички не попила. А в целом, в общем-то, жить можно, что называется. Но действительно не первый случай. Урок, как вы считаете, это всё-таки Павлу? Или он будет искать приключения дальше? Сложно сказать. Вот на такую ближайшую перспективу вообще сложно загадывать, потому что вот из-за утери ружья вообще наложили штрафные санкции. Около года, может быть, и больше Павел Леонидович не сможет... Пришлось, да, расстаться с ружьём? Да, пришлось. Ну, это была вынужденная мера. Поэтому вот вообще пока вот неизвестно вообще, когда они с Луны снова выйдут на охоту. И будут ли они себе искать ещё каких-то приключений. Хотя кажется, что в семье Павла Леонидовича вот к этому уже привычный. Но рискует он, тем не менее, не только своей жизнью, да, но и жизнью собачки. И действительно ставит большую сложную задачу для спасателей. У вас звучит очень хороший вопрос. Часто ли приходится спасать штрафников? Что говорят сотрудники чрезвычайных служб по этому поводу? Говорят часто. Ну, в принципе, это было очевидно. Потому что сколько у нас любителей зимней рыбалки, которые выходят на лёд, или вот таких же охотников. Вот я специально вставила, задала этот вопрос и вставила эту реплику, потому что очень важно было подчеркнуть, что за исключением вот такой вот романтической составляющей этой замечательной истории есть ещё и такая вот правда жизни, о которой надо помнить. Ну да, наверняка отношение, естественно, ко всем должно быть одинаковое у спасателей, но тем не менее спасать людей, которые сознательно идут на риск, наверное, это дело особенное. Будем надеяться, что Павел не повторит ошибок, что всё будет заканчиваться и впредь хорошо. Мария, я благодарю вас за эту интересную беседу. Ну а теперь попрошу рассказать, какие ещё полезные статьи можно прочитать в свежем номере «Правда Севера». Первый материал называется «О земле матушки, хорошем урожае и грамотных дачников». Его написала наш корреспондент Людмила Николаевна Осютченко. В центре внимания в данном материале агрохимлаборатория и всё, что с ней связано. Эти люди, которые в ней работают, они работают непосредственно с землёй, так сказать, на земле, изучают её, её химический состав, изучают то, чем это может грозить для потребителей. И вот это напрямую связано с темой потребительской безопасности, продовольственной безопасности, которая нас сейчас всех очень волнует. Поэтому здесь можно подчеркнуть очень много полезной информации о картофеле, о том, как его выращивать, о том, какие вредные вещества и химикаты могут содержаться в овощах. Очень полезный материал. Потребительский материал, да. Материал, который глубоко трогает за душу, это, конечно, почему София родилась такой. Нашего постоянного корреспондента, специализирующегося на социальной тематике, Натальи Порохневич. Герой публикации — семья Дёмочкиных. Их дочка, малышка Соня, больна. И вот семья уже через суд пытается доказать, что Соня уже родилась с проблемами со здоровьем и что этому способствовала неправильно оказанная медицинская помощь. И им это удается. Правда, моральный врез, который им удалось взыскать, оказался намного меньше, чем то, на что они рассчитывали. Но, тем не менее, уже плюс. И сейчас мы постоянно отслеживаем тему законопроекта, который уже был вчера согласован на вчерашней сессии областного собрания, о строительстве могильника для радиоактивных отходов на Новой Земле, на острове Южный. Наш корреспондент отслеживает всю эту ситуацию, вообще разбирается в том, отходы 3-4 класса, что это может быть. Оказывается, что они образуются даже от медицинских учреждений, где делают флюорографию, вот это тоже с этим связано. Это рентгенография, один из источников радиоактивных отходов. И вот тут очень любопытная информация о том, сколько вообще сейчас в Архангельской области этих отходов, что их почти 50 тонн. Ну и вот, да, по информации, которая прошла вчера, мы уже знаем, что этот законопроект был принят. Поэтому это такая новая реальность, которая нас уже ждет. Мария, спасибо вам большое за очень важную и полезную беседу. Ждем вновь вас в этой студии. Спасибо, до свидания. В нашей студии была журналист областной газеты «Правда Севера» Мария Трощенко. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова